Черти в аду всегда с трезубом. Статья на Конте за 20 ноября 2019 года. Околорадский таракан. Ну, африканский танцюрист, постревай. Это ж надо так подловить опытного, битого жизнью и тапками таракана. И проведное святкового концерту, ведь повим, такой же капостью. Знаю их слабкой миссы. Ну, вы, ребята, и даете. Заткатить такой концерт, это было великолепно. Главное, как хитро построили программу. Расслабился, а в конце, а ну, Стасик, тряхни стариной на пару с африканцем. Нет, тряхнуть стариной мне удалось. А вот совладать с ногами-лапками не получилось. У негра-то их всего две. А я запутался в собственных ногах. Чуть старину не отбил при падении. Ничего, сейчас потренирую ведущую концерта. Пусть у нее тоже ноги запутаются. У меня для этой цели есть одна умная книга. Называется «Срамословие в топонимике Украины». Сижу вот, читаю названия украинских населенных пунктов. Знаете, поразительно, сколько скрытых мин оставил после себя русский мир. Ладно, приехали на Дикое поле. Ладно, поселились. Но назвать-то русские села можно было по-человечески. Но что это за красивые украинские названия? Ни одного не придумал. Читаю из книги. Бздунова. Говенкова. Бледенка. Безмудова. 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 Залупицы. Куярова. Мандину. Мудищева. Безмудова. Безделова. Ебехова. Поеблется. Привет, ведущий концерта. Таракан. Сочтемся. Будет и на моей улице праздник. А нам все про Днепрогыз намекает. Тут название менять надо. У нас слов на мове столько нет, чтобы все поменять. А если серьезно, то после вашего поздравления я понял одну простую вещь. Юмор все-таки женского пола, как сатира мужского. Смотрел и слушал ваши поздравления, вдруг понял, что они очень похожи на мою тараканушку. Да и вообще на женщин. Юмор, если угодно, как красивая женская фигура, должен быть тонким, но никогда не плоским и добрым, чего мне иногда не хватает. Для примера, открываем страничку КБ Южная. Вот где юмористы у нас окопались. Это москале ракеты какие-то разрабатывают. Ну и всякую мелочь, вроде спутников и прочего космического хлама. Ширше надо смотреть, глубже в проблему вникать. Ракету скоро любой дур Маск сделает и на другие планеты полетит. А там что? Сядет и будет сидеть. А почему? Да потому что не посмотрел на страничку КБ Южная вовремя. А мы уже презентовали идею возведения целого города на Луне. Дома и прочие сараи, туалеты и кабаки мы пока не осилили. А вот авто до Луны уже разрабатываем. А инструкцию по пользованию этим аппаратом мы в стиле Путина в мультике воспроизвели и там же выложили. Не смейтесь, но называться они будут чисто по-украински. Попрыгунчик. Это не в честь активистов так назвали. В смысле, кто не скачет, тот москаль тут ни при чем. Попрыгунчик он потому, что украинские конструкторы планируют создать лунное авто по принципу кенгуру. Сел, в смысле залез в сумку и прыг, скок куда надо. Вот это юмор. Правда, как мне кажется, смеяться над украинцами начали еще раньше, пару тысяч лет назад. Кстати, это еще одно доказательство древности нашего народа. Помните нашу историю о выкопанном Черном море? Я нашел подтверждение данного факта, причем неоспоримое. Древние римляне и греки, как вы знаете из учебников истории, расползались по Средиземноморью, по побережью Черного, нами выкопанного, моря, как макрицы. А так как они были безграмотны, то пользовались всем тем, что изобрели мы. А потом приписали все изобретения себе, но это не главное. Ну так вот, как всегда на стройке при строительстве Черного моря комиссия нашла некоторые недоделки, вроде Босфора, Дарданелл и всяких разных бухт. Вот и работали украинские рабочие по ликвидации этих самых недоделок. Римляне и позже греки, естественно, видели этих рабочих. Ну и опять же, в силу своей неграмотности решили, что это морской бог. У римлян Нептун, а у греков Посейдон. А теперь посмотрите на статуи этих богов в музеях мира, ничего не замечайте. У каждого в руках наш трезубец. Железобетонное доказательство нашего древнего происхождения. Дальше, как там Карл Маркс говорил, труд создал человека, тогда и продолжим. А мы создали трудности, не удивляйтесь, трудности тоже мы изобрели. Вообще, о нашей древности доказательств множество. Правда, не все мы предъявляем. Именно из-за того, что там как раз есть упоминания о созданных нами трудностях. Помните еще об одной истории, над которой вы всмеялись, о том, что Иисус Христос был украинцем? Да и все апостолы тоже. Мы хотели всю правду рассказать, но, короче, я все-таки расскажу. Так вот, появился среди нашего народа сын Бога. Ходил по миру, проповедовал. Все было хорошо, но затесался к нему в друзья один сепаратист Иуда. Короче, предал сына Божьего властям басурманским, в смысле римским. Ну, вы знаете эту историю. Погиб Иисус, не запонюх тютюна. А последователи-то остались и плодились по всему миру. Да и о том, что Иуда украинец, не забывали. А теперь главное. Вы на иконы христианские смотрели внимательно? Вспомните оружие, которое часто в руках защитников Божьих. Мечи, пики, луки. Но есть и трезубы. Вот вам доказательства. Правда, в память об Иуде с трезубами почему-то только черти и в аду рисуют. Вот поэтому мы и не очень распространяемся об этой истории. Но этот факт еще раз доказывает нашу древность. Что-то сегодня все про древность нашу. Мы сегодня даем стране угля. Мелкого, правда. Долги по зарплате шахтерам так полностью и не покрыли. Но да, много короче. Расскажу-ка я об изменении идеологии в нашей стране. Новый глава партии Мамзели Александр Корниенко прямо так и заявил. Идеология у нас либертарианская. Будет ли она меняться? Будет дорабатываться. Потому что либертарианские идеи не всеми депутатами пока поддерживаются. То есть нужно искать какие-то компромиссы между либеральными и социалистическими взглядами. Короче, не прониклись не только мы, но и члены-слуги идеи всеобщей свободы от обязанностей. Первую часть, когда я не обязан ничем государству, мы понимаем и принимаем. А вот вторую часть, когда государство забивает на все свои обязанности в отношении граждан большой болт, как-то не хочется принимать. Мы поддерживаем либеральные позиции. Например, выступаем за рынок земли. Мы также поддерживаем вещи, которые близкие к социализму. Там, где забота о малоимущих, мы за верификацию субсидий. Понятно, что партия власти всегда будет идти тем курсом, чтобы отвечать на запросы большинства. Поэтому это не кардинальная смена. Я не думаю, что будет какой-то дрейф в одну из сторон. Мы будем ближе к центру. На моей памяти у нас первый в истории произошел дискурс по идеологии. Раньше у партии власти какая была идеология? У ВПП, у Тимошенко, партия регионов. Это мало кого вообще интересовало. Хорошо, что дискуссия началась. Активная часть отреагировала. Разговариваешь с этими молодыми политиками или пропагандистами. И диву даешься их безграмотности, дремучести, если угодно. Странно видеть человека, щеголяющего иностранными словами, но совершенно не понимающего то, что они значат. Даже в любимую молодежь в Википедию заглянуть не хотят. Если говорить серьезно, то как не грустно это писать? Сегодня на Украине есть всего одна политическая сила. Политическая партия, которая обладает идеологией. Всего одна. И это, увы, партия Свобода. Все остальные партии построены по типу вашего российского проекта ЛДПР. Партии на Украине формируются не вокруг идеологии, а вокруг программы действий. А вокруг конкретного лидера. Не знаю, обращали ли вы внимание в период избирательной кампании на то, что противоборство партий было с точностью наоборот. Никто не знал о том, какая же партия за что выступает. Все были за все хорошее против всего плохого. Все за мир, дрожбу и кукурузу. В смысле, завтра всем гражданам Украины установят дома золотые унитазы. Голосуйте за нас. Помните речь Громоносцева при избрании президента Республики Шкит? Помните все эти старшему отделению, горбушке, младшему тоже по справедливости, жратва от пуза и прочее? А ведь примерно это и говорили пропагандисты различных партий тогда перед выборами. Так чем мы отличаемся от тех беспризорников, что жили в Республике Шкит? Что же до либертарианства украинское общество не доросло? Туповаты мы оказались для этого слова. Теперь изобретут новое слово и будут нас с экранов телевизора образовывать. Гланды через задницу рвать. Просто потому, что сама партия «Слуга народа» это всего лишь виртуальная реальность. Есть пара слов, есть набор бумажек, есть лидер и больше ничего. В нормальной операции по удалению гланд, которая через рот, партия формируется на основе господствующей в обществе идеологии. Вначале идеология, а потом партия. При варианте через задницу политики выбирают идеологию и потом дружно убеждают общество в ее правильности. Занятие бесполезное, но кровавое. Все юнцы-радикалы, я под словом юнцы определяю ветеранов ООС и активистов, которые так и не выросли, впитывают идеи политиков, а потом вбивают их в головы несогласных кулаками и ногами. Вспомнился Виктор Цой. Война без особых причин и кому умирать молодым и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Как когда-то мне сказал один опытный и заслуженный селезень, если тебя позвали на охоту, зная, что ружья у тебя нет и стрелять ты не умеешь, то охотиться, скорее всего, будут на тебя. Что ж, давайте поиграем в догонялки. Это я тем, кому надо, написал. Мы в эти игры уже давно играем. А вам, уважаемые мои читатели и друзья, еще раз огромное спасибо за поздравления, за ваше отношение к насекомым, за вашу добрую и всю понимающую душу. А мы будем продолжать строить то, не знаю что, идти с упорством фанатика куда-то вперед. Хотя, если нет цели, куда не иди, всегда получается вперед. Может, в конечном счете что-то и получится. Короче, будем жить. Агалорадский таракан. Черти в аду всегда с трезубом.